Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Амаркетс, в котором на ежедневной основе мы постим, размещаем большое количество аналитического контента. Все, друзья, для вас, чтобы было как можно больше информации. Ну что ж, повестки текущего дня в плане экономического календаря. Сегодня в 12.00 по московскому времени будем следить за статистикой по бизнес-оптимизму ЗЮ Германии. Важный релиз, потому что для нас он станет еще одним подтверждением того, что немецкая экономика и в целом еврозона уже оказалась на пороге рецессии. После того, как мы получили очень много слабых релизов по производственной активности, по индексам деловой активности в производственном секторе и то же самое по сфере услуга, согласитесь, что не стоит сегодня рассчитывать на выход обнадеживающих данных. Им просто не на чем появиться. Я уверен, что сегодня релиз снова разочарует, станет дополнительной почвой для всех инвестиционных банков еще раз указать всем на слабости еврозоны в целом. И европейская валюта, которая фактически в одном шаге от паритетного уровня, сделает это, пробьет планку в самые ближайшие даже дни, часы, друзья. Я думаю, что это произойдет в ближайшие минуты. Также стоит обратить внимание на выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли в 20.00 по московскому времени. Если вы следите за британской валютой, я надеюсь, что вы это делаете, потому что фунт действительно один из фундаментальных героев последних недель, учитывая внезапную, хотя возьму все-таки в кавычки слово внезапное, учитывая отставку премьер-министра Бориса Джонсона. На данный момент, безусловно, Борис Джонсон еще продолжает исполнять свои обязанности, потому что так быстро дела не делаются. И прежде чем он все-таки покинет этот пост, должен быть утвержденный прецедент, преемник. И, соответственно, произойдет это не скоро, когда мы услышим и узнаем имя нового премьер-министра Англии. Я полагаю, что вот этот сам фактор политической неопределенности может сохраниться до октября-ноября. Поэтому до конца этого года, конечно же, отношения между странами Великобритании и ЕС останутся, собственно, такими непростыми, как и раньше, из-за Северной Ирландии. И буквально несколько дней назад видел статью на Бломберге, что если дело дойдет до все-таки отставки Бориса Джонсона, он может реализовать какие-то не совсем правильные инициативы, которые будут предполагать разрыв некоторых торговых соглашений с Северной Ирландией. Это, на мой взгляд, ухудшит отношения еще больше между Брюсселем и Лондоном. Мы за этим всем, друзья, будем наблюдать и, соответственно, попробуем заработать еще больше на снижение британской валюты. Что касается индекса доллара, 108.22. Я, признаться, даже и думать не смел, что индекс американской валюты так быстро сможет оказаться на таких высоких значениях. Но, опять же, если вы прислушивались к моим рекомендациям, ранее оставили на рост американского доллара, уже неплохо на этом должны были заработать. Я рад за вас, друзья, потому что это была предсказуемая и довольно простая с точки зрения фундаментального фона идея. И теперь нам нужно разобраться, докуда все-таки индекс доллара может добраться, прежде чем на рынке начнется коррекция. Это очень хороший вопрос, но сперва давайте оценим фундаментальный фон. Из последнего, что мы сейчас должны взять за основу, это очередные комментарии члена Совета управляющих Христофера Уоллера и главы ФРБ Сент-Люиса Джеймса Булларда, которые снова подтвердили уместность и даже необходимость повышения ставки американского регулятора на заседание в конце этого месяца на 75 базисных пунктов. И также обозначили готовность и желание, опять же, отстаивать идею целесообразности и дальнейшего повышения ставки, например, на 50 базисных пунктов в октябре-ноябре и еще потенциально даже настолько же под самые занавесы, опять же, уходящего года. Поэтому в совокупности ставка американского регулятора существенно превысит 3%. И сейчас мы можем пытаться определить вот этот уровень нейтральной процентной ставки, до которого ставка может вырасти. Если ссылаться, опять же, на комментарии с заявлением Булларда, это примерно диапазон 3,5-3,75%. Сразу хочу сказать, друзья, что вот этот диапазон по ожидаемой процентной ставки после того, как она достигнет вот этого нейтрального уровня, может быть изначально сейчас для нас основой, чтобы оценить, как быстро и активно будут расти доходности американских облигаций. Конечно же, они будут отставать от нейтральной процентной ставки, но незначительно. Если мы предположим, что ключевая ставка в конце этого года в США составит 3,75%, я допускаю, что американские трежерис могут вырасти до 3,4-3,5%. И если мы рост доходности американских облигаций ожидаем и сейчас проецируем на то, что произойдет с индексом доллара, то индекс американской валюты может прибавить еще 2-3% легко и превысить уже такое психологическое сейчас сопротивление 110 пунктов. Если вы долгосрочно ориентированные трейдеры, эти моменты вы должны держать в голове и понимать, какие тенденции сейчас являются определяющими и что может произойти в перспективе ближайших месяцев. Конечно же, отвечая на вопрос, будет ли доллар расти, если вы хотите ответить на этот вопрос отрицательно, то есть у вас должно быть какое-то подтверждение того, что американский регулятор перестанет повышать процентные ставки. Но я боюсь, друзья, что таких аргументов вы не найдете, потому что ФРС не остановится в плане ужесточения монетарной политики из-за роста инфляции. Инфляция остается на максимум более чем за 40 лет и буквально завтра выйдет уже июньский отчет по индексу потребительских цен. И я позволю себе сейчас предположить, что индекс потребительских цен в июне с прошлого значения 8,6% вырос до 8,8-9%. Поэтому я по-прежнему сторонник идеи того, что после завтрашнего релиза по инфляции на рынке начнутся спекуляции на тему того, а не стоит ли американскому регулятору повысить ставку на 100 базисных пунктов в конце этого месяца. Поэтому я допускаю, что индекс доллара может достичь 109-110 пунктов еще до заседания американского регулятора. Пара доллар-иена тоже блестящая сделка у нас вышла. Покупали довольно-таки выгодно. Несколько раз с короткими тейк-профитами пара корректировалась, мы повторно перезаходили. Сейчас котировки 137,25 и это еще не предел. Потому что за последнюю неделю мы лишь убедились в том, что Банк Японии не будет бодаться с Федрезервом в плане скорости ужесточения монетарной политики. И это не совсем, наверное, правильная формулировка, потому что Банк Японии – это тот регулятор, который вообще не ужесточает монетарную политику, а сохраняет ее мягкой. Поэтому держим цели 138-140 в зависимости от того, до какого уровня, друзья, вы готовы ждать. Золото – 1730 долларов за тройскую унцию. Есть два очень важных аргумента, почему золото сохранит потенциал для снижения. Во-первых, это индекс рыночных настроений, о котором я вам говорил вчера. Я надеюсь, вы посмотрели, что это такое, что делает большинство, меньшинство. За прошедшие сутки ситуация не изменилась. Толпа по-прежнему золото покупает, и золото идет вниз. И еще один аргумент – это активность институциональных инвесторов. Вывод о ней мы делаем на основании отчета CFTC, Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Так вот, если две недели назад количество контрактов было минимальным с 2019 года, когда общая цифра составляла 150 с небольшим тысяч, то за последнюю неделю количество контрактов от длинных позиций сократилось до 145 тысяч. И это уже уровни, которые были в конце 2018 года, друзья. То есть тогда золото котировалось почти на 20% ниже текущих значений. Я рекомендую вам пока что смотреть вниз, не торопиться с покупками. Я думаю, что будут интересные точки входа, мы о них поговорим впоследствии. Евро против доллара ждем политеты движения ниже. Рецессия, аналитический кризис, неутешительные прогнозы Европейского Центрального Банка по экономике в целом. Кстати, эксперты, экономисты, скажем так, Европейского Центрального Банка вчера опубликовали доклад, из которого следует, что коммерческие банки из-за высокой инфляции, снижения покупательской способности населения, доходов домохозяйства потеряют более 70 миллиардов евро в этом году. Возможно, цифра окажется выше. Северный поток – это отдельная тема. Сегодня второй день технического обслуживания этой газовой магистрали. И представьте, что произойдет, если через 9 дней, когда газ должен снова пойти из России в страны ЕС, работа этого газопровода не восстановится. То есть мы энергетический кризис умножим в 10 раз и будем готовиться с вами к галлопирующей инфляции в странах ЕС, которая превысит 10%. Поэтому не нужно сейчас смеяться над прогнозами, что пара евро-доллар легко может снизиться еще на 1000 пунктов в районе 0,9. Не забывайте, что похожая ситуация уже была, когда евро только запустили в 1999 году. Поэтому есть опыт того, что евро может реально быть дешевле американского доллара. И что касается нефти, пока что длинная позиция в приоритете. Ждем встречу Байдена и наследного принца. Еще также вкупе с королем Саудовской Аравии будут обсуждать тему роста нефтепроизводства. Я думаю, что, как ранее я отмечал, результатов не будет. Поэтому рассчитываю на то, что рынок сможет получить поддержку на факте сохранения дефицита предложения. Жду 110 и выше. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!